Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Иванова наука. Рассада растет, гадуется, как у нас говорят на Беларуси, красивая корни, нарастают, действительно, все замечательно развивается. И вот такой странный вопрос, ну не странный, но люди любопытствуют, им интересно, и это здорово. В комментариях я нашел, а есть ли случаи, когда томаты, огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, какие-то еще растения, которые мы часто выращиваем через рассаду, особенно для того, чтобы получить более ранний урожай, ну те же огурчики же можно посеять и в грунт под пленочку, а можно высадить рассадой. Вот есть ли случаи, когда лучше рассады не выращивать, когда лучше растения растут, когда они выращены безрассадным способом. Ну, вроде как бы, слушайте, ну ранний урожай, раннее развитие, это все очень хорошо и дает нам, особенно тем, кто живет в более северных регионах, те, кто там рассаду высаживает там только после 9 мая, а то и к 20, в зависимости от того, какой май, или там огурцы можно посеять только после 20 мая в открытый грунт, потому что холодно. Здесь, конечно, рассада является хорошим подспорьем для получения раннего урожая. Но на самом деле, действительно, есть, ну по крайней мере, один случай, когда вот все эти растения традиционно рассадные лучше выращивать безрассадным способом. Когда мы выращиваем растения через рассаду, то, как правило, технология такова, что мы берем маленькие сеянцы, да, которые густенько высеяны, и затем осуществляем их пикировку, пикируем их. В процессе пикировки, хотите вы этого или нет, вольно или невольно, ну даже иногда вольно, да, делается это, повреждается центральный корень. Вот большинство этих растений, капуста, кабачок, огурец, ну все буквально растения, томат, перец, баклажаны и так далее, они все обладают стержневой корневой системой. Это означает, что есть главный корень, который может тянуться очень-очень глубоко, на глубину там и 2 метра, и вокруг него, от него идут боковые корешочки. И вот этот центральный корень повреждается сразу в младенческом состоянии, и формируется богатая, мочковатая такая метла, да, такая губка, прямо с огромным количеством маленьких всасывающих корешков. Это считается в целом хорошо, потому что увеличивается объем корневой системы, как следствие, растения больше потребляют воды питательных веществ и обеспечивают тот большой урожай, который мы от него ожидаем. Однако, если вы можете постоянно поливать и подкармливать растения, это вам очень сильно подходит. Но если у вас нету возможности регулярно поливать, ну самое главное, поливать растения, то в этом случае стержневой корень в засушливых условиях, а у нас лето теперь, даже в Беларуси, ну прям каждое лето засушливое, и надо поливать. У нас такое было, что по полтора месяца дождя нету нормального, ну а в теплице тоже тем более надо поливать. Естественно, там дождь туда не придет. И вот если у вас не организован капельный полив, и вы не можете регулярно приезжать на дачу для того, чтобы осуществлять этот полив, то в этом случае неповреждение вот этого центрального корешка, сохранение этого центрального корешка является очень и очень желательным. Поэтому, если вы выращиваете какие-то культуры, тот же огурец в теплице, там, или у вас засуха, вы не можете поливать и так далее, то выращивайте кабачки, там, тыквы, выращивайте непосредственно посевом в грунт. Более ранние сроки посевом в грунт вы можете добиться, более ранних сроков и более раннего урожая, благодаря устройству временных укрытий. Тепличек, бутылкой накрывать, там, каких-то пленочек и так далее, ну, тут вариантов миллион. Есть как организовывать эти временные укрытия для предохранения от холода и для больших температур, для более ускоренного развития растений уже на постоянном месте. Но, кроме того, вы, конечно, можете выращивать также и рассаду, потому что какие-то высокие томаты не очень-то прямым посевом в грунт посеешь, да, еще ранние низкие, еще, да, мы говорили об этом, что можно сеять прямо в грунт какие-нибудь томаты, ну, и то на рассаду. Вот, а высокие томаты, ну, не очень-то они получаются в такой технологии. Очень поздний урожай, и из-за фитофтороза его можно не дождаться. По этой причине вы, конечно, можете выращивать рассаду в традиционные сроки, но для этого вам надо осуществлять посев без пикировки, вам надо брать непосредственно семечко и высевать его сразу в большой объем. При этом этот большой объем может быть и кассетой, и вы потом перевалку сделаете, или маленький стаканчик, и вы потом перевалку сделаете без повреждения этого центрального корня. Или же это может быть, посев сразу, там, в полулитровый стаканчик, но лучше всего, если вы сделаете объединенный грунт с большим количеством песка, там, каких-то инертных материалов, циолита, перлита и так далее, и так далее, вермикулита для того, чтобы вот эта избыточная питательность грунтов не повредила и негативно не повлияла на рост маленького-маленького сеянца, для того, чтобы не вызвать у него развитие ленивой корневой системы. Поэтому, да, действительно, эти такие безрассадные или условно-безрассадные, то есть без пикировки, технологии могут дать очень большое преимущество в условиях засушливого сезона при невозможности проведения регулярных поливов. На этом я прощаюсь с вами, до скорой встречи!